Ребята, всем привет! Всем привет сегодня! Ребята, всем привет! Сегодня у меня... Так, 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 все, начинаем. Итак, сегодня у меня... Так, присоединяется уже Максима сегодняшний голос, Максим Белоусов. Когда-то мы с ним вместе собирали целый стадион олимпийский на... На Тони Роббинс. Ожидаем ответа. Самое интересное, что Максим... Алло, Максим, привет! Алло, да, да, привет, привет Дим. Привет, как поживаешь? Отлично, как сам? Нормально. Ну что, начинаем? Давай представьтесь. Да, давай. Так, Максима, связь пропала. Так, сейчас. Все хорошо? Слышно, видно, да? Да, слышно, видно. Так, ребята, ставьте плюсики, что нас слышно, видно, хорошо. Сейчас хорошо тебе слышно, видно. Да, окей, окей. Ну что, Максим, давай представимся. Кратко расскажи о себе. Меня зовут Макс, я маркетолог, занимаюсь уже порядка 10 лет, поработал с многими коучами, спикерами, с артистами Black Stars, с Аязом, с Гандапасом, с Тони Роббинсом, работал еще до Олимпийского два года, продвигал его семинары по всему миру. Также работал с многими компаниями, такими как МТС, ВТБ и другие. И я как понимаю, что сейчас ты позиционируешь себя как специалист, который, ну вот я смотрю твои выступления, смотрю твой контент, очень много связано с психологией потребителя и на Digital Forum, как я понимаю, ты у нас выступал тоже, который на платформе проходил, про психологию потребителя. Да, верно, Дмитрий. Просто я для себя выбрал нишу, которую мне самому интересно. Я понял, что нужно как-то отделиться от конкурентов. Отделиться от общего потока, да. Да, потому что очень много про маркетинг рассказывают. Я, в принципе, тоже могу рассказывать про то, как настраивать Facebook, как там делать автоворонки, но я выбрал для себя ту нишу, которая меня зажигает, которая мне интересна, потому что психологией я с детства увлекаюсь, читаю там и Берна, и Фрейда, и Юнга, там мне вот правда это интересно. Вот, и я подумал, почему бы не раскрутить эту тему в сфере маркетинга, потому что, по сути, психология маркетинга – это фундаментальные вещи, которые должен знать каждый предприниматель, маркетолог перед тем, как что-то делать в интернете, либо там в офлайне. Ну, давай тогда первый вопрос задум. А на каких законах сейчас поведения вообще, на каких законах поведения потребителей ты сейчас опираешься при создании рекламы? Вот ты, допустим, создаешь с нуля рекламную кампанию, на что ты в первую очередь опираешься? У меня первый закон – это первое впечатление, я это называю. Есть такая цитата, которую я всегда вставляю в слайдах на выступлениях своих. Встречают по упаковке, провожают по продукту. То есть первое впечатление, текстово-визуальная информация, которую мы видим, это самое важное, особенно в интернете, потому что не будет второго шанса у потенциального клиента к вам зайти второй раз на сайт. То есть если сайт не зацепил, если не зацепил к аккаунту, не зацепился. Поэтому первое правило – это правило 15 секунд, правило зацепить. Первое, сколько? 15 секунд. Это на уровне, значит, креатива показа рекламы и когда человек кликнул, уже непосредственно попал на посадочную страницу? Может быть, даже сейчас уже меньше, потому что это правило 15 секунд я придумал года три назад. Чисто взял среднее время сессии продолжительности на веб-визоре, на Яндекс.Аналитике. Просто посмотрел среднее время сессии на сайте. И было 15 секунд. Я подумал, прикольное правило 15 секунд. Но так как с каждым годом время у нас убыстряется, то есть люди потребляют все больше и больше количества контента, и им нужно быстрее доносить информацию, потому что самое дорогое сейчас – это время и внимание человека в интернете. Поэтому я думаю, что сейчас уже порядка 5-7 секунд. Я даже сказал бы, что 3-4 секунды – это на уровне показа рекламы, и лейдинг – это еще первый экран 4-5 секунд. В итоге мы складываем до 10 секунд. Если вы не зацепили первые 3-4 секунды в показах рекламы, то все, взаимодействия с вами не будет, клика не будет. Ты знаешь, вот я даже сейчас глубоко анализирую среднее время просмотра на разных наших роликах, которые мы крутим в Таргетче. И ты понимаешь, какой интересный момент, что какой бы я хронометраж бы не использовал, 15 секунд, 20 секунд, 10 секунд, все равно 85% аудитории в среднем время просмотра – это 4 секунды. 4 секунды – это 85%. Да, вы правы. Можно даже зайти в YouTube-аналитику и посмотреть, что 80% удержания внимания только первые 3 секунды. То есть люди первые 3-5 секунд смотрят, а дальше он идет вниз в график. То есть там условно тысячу человек посмотрели только первые 3 секунды, а 10, 20, 30 человек досматривают до конца. То есть прям такой Лебедев называют диаграммой писающего мальчика. Писающего мальчика? Я понял. Смотри, в YouTube это еще, если это нативно лежит какое-то видео, вы выложили себя на канал, то человек, получается, начал его смотреть осознанно. Он как бы пришел на канал, либо наткнулся на наше видео. А если реклама, то еще хуже. Получается, что мы все серфим в Инстаграме, по сути, чтобы развлекаться. И когда мы видим рекламу, мы видим рекламу и понимаем, что нам что-то продают. И здесь еще хуже ситуация, если это видеоформат. Вот ты правильно говоришь, да, потому что, по сути, когда мы показываем рекламу, мы напрашиваемся. То есть человек не хотел себя видеть в нас, а мы как бы подумали, предположили, что ему будет это интересно, спарсили где-то его аудиторию и на него показываемся. Поэтому, когда люди сами ищут, естественно, там процент удержания будет больше. Потому что человек как бы сам волей изъявил, что я хочу это посмотреть, и он смотрит, потому что ему это в данный момент надо. А когда мы показываем Таргет, когда мы там, не знаю, он смотрит любимый сериал, а мы там впихиваемся своим, не знаю, своим продуктом, да. Естественно, ему это не нравится, потому что он этого не ждал, даже если ему это надо. А вот что лучше всего, по-твоему, сейчас работает, вот первые три-четыре, как зацепка, как хук-внимание, да, то, что называют американцы хук. Это первая точка коммуникации, хук-внимание. Классное ты слово сказал, да, термин. Нет, я на самом деле, это хук-стори-офер, это стандартная модель, про которую тоже рассказываю сейчас очень много. Из чего состоит сейчас коммуникация вся вообще? Если у вас что-то одно из этих не работает, хук-стори-офер. Хук – это зацепка внимания, стори – это то, что вы рассказываете о своем продукте. И офер – это что вы предлагаете? Вот что является хуком сейчас с точки зрения психологии, что лучше всего привлекает внимание? Вот смею предположить, что, ну, так как я очень долгое время занимался музыкой, у меня была своя рок-группа, там, я, там, с многими продюсерами знаком, там, с Ваней Шиповаловым, группа Тату, да, там, мы, там, дружим до сих пор. Я впервые термин хук услышал именно в музыке. Вот что такое хук? Хук используют саунд-продюсеры, люди, которые делают музыку, которая должна котироваться на радио и на телевидении. То есть что происходит? Чтобы написать хит, нужно, чтобы этот хит, эта песня зацепила в первые 15 секунд. То есть нужно создать такой джингл, какую-то фразу, речевку, как вот любят Blackstar, да, делать, либо какой-то проигрыш гитарный, да, там, как рюмка водки на столе, да, точно с первых 5 секунд сразу в мозг въедается. Вот это называется хук, да, то есть он бьет сразу, как бы, в мозг, в подсознание, и мы, как бы, запоминаем песню, и мы не переключаем канал, мы не переключаем на другую частоту радио, и мы, как бы, слушаем эту песню. А почему это важно? Потому что, по сути, чем монетизируется радио? Радио монетизируется с помощью рекламы. То есть людям важно крутить, ну, основателям радио такие песни, которые будут удерживать внимание слушателя на данной частоте, либо на телеканале. Поэтому вот этот первый термин, ну, впервые этот термин услышала именно от музыкантов, вот. Ок, хорошо, давай твой вопрос ко мне. Так, мы там, мы там... Ты можешь спрашивать из тех трех, что ты прислал, первый мы вычеркнули, потому что, ну, немножко, он... Да, я... Людям не будет, да, интересно. Второй, второй, третий вспоминает. Да, вот, да, первый вопрос был у меня, какие у вас сейчас связки работают наилучшим образом в перформансе, в рекламе? Ну, смотри, мы всегда любой продукт разделяем на две плоскости. Первый продукт, который поисковый, тот продукт, который не поисковый, который таргетированный. Все, и первая связка, это, конечно, найти аудиторию, получить первый клик, потенциально заинтересованную аудиторию. Либо это таргетированная реклама всегда на старте Facebook, Instagram, если это не поисковая, если это не поиск. Если это поиск, то всегда мы стартуем с Яндекс.Поиск и Яндекс.РСЯ. Вот, дальше уже выстраиваем непосредственно модель ретаргетинга, ремаркетинга по всем источникам касаний. Лучше всего, я много уже говорил про это, дожимает всегда реклама на YouTube. Это YouTube формат рекламы и Google КМС. Лучше пока я ничего не видел и ничего пока не нашел. Но дальше связка следующая. Это email маркетинг. В нашем случае все равно прогреп через email работают лучше, чем через боты или мессенджеры. Вот все время рассказывают про боты, про мессенджеры, значит, но про большую открываемость, более там 80%. Но она держится на самом деле на больших цифрах, допустим, больше 50-60%, но не более там, допустим, 5-6 дней. Дальше она все равно начинает падать. В email маркетинге ты хотя бы можешь выстроить интересы людей по определенным принципам. Первые 5-6 дней прогрева, понять интересы людей и сегментировать базу, поменять частоту коммуникации. Допустим, коммуницировать с ними только раз в 2 недели. И обязательно, конечно, это проброска в различные телеграм-каналы с помощью специализированных лид-магнитов. Вот сейчас я придумал очень красную штуку, что мы делаем конспект. Называем конспект, связанный с бизнесом и саморазвитием. От разных спикеров, которые у нас выступают, мы упаковываем конспект, это выжимки, отправляем, делаем рассылку раз в неделю. И получаем очень хорошие результаты по открываемости, подкликабельности, вовлеченности. Для меня сейчас задача, что у любой человек с такого-либо продукта, который бы не зашел к нам, задача масса, обязательная задача, это переключить его в подписную цепочку этого конспекта. В общем-то, стратегия такая, это зацепить на коммерческий продукт и дальше прогревать его, как можно меньше продавая. С помощью контента, подводить человека, чтобы он самостоятельно принял решение о покупке. И моя мечта, которая пока никак не реализуется, сегодня появились первые надежды, это выстраивать коммуникацию напрямую в мессенджер через телефон. Когда человек заполняет в стандартную форму заявку имя и телефон на посадочной странице, и к нему напрямую в WhatsApp мессенджер идет отправка сообщения от WhatsApp бота. Прикол в следующем, что мы не могли никак это сделать, потому что требуется определенная связка с CRM-системой, но есть ребята внешние, которые смогли это сделать. Показали, одна консалтинговая компания, которая показала, что это можно сделать, и мы запустили этот проект, начали тестировать на HR-рекрутменте. Мы запустили проект по рекрутменту, на набор людей с помощью вообще бота, WhatsApp бота. А я правильно понимаю, что вы и, по-моему, Альфа-банк единственные, которые авторизированы бизнес-аккаунты в WhatsApp, да? Ты знаешь, это удивительный был момент, не знаю, как сейчас, но буквально еще полгода назад мы и Альфа-банк, это были две структуры, которые прошли авторизацию WhatsApp, получили зеленую галочку, на стационарные номера телефоном 8800 и 8495. Круто. И сейчас аналогичную услугу мы сами предлагаем. У нас есть дочерняя компания SynergyBot, мы предлагаем аналогичную услугу, значит, это выделение официального канала WhatsApp и его официальное подтверждение, чтобы не было блокировки. К любому номеру, стационарному, мобильному. Вот так мы сейчас функционируем. Ребята, я хочу напомнить, что АМА-СРМ плюс WhatsApp уже есть связка, пишут, что можно. Но вот мы сегодня нашли связку эксперт-сендер, эксперт-сендер. Есть текстбэк, есть смарт-бот, есть бот-хелп. Нет, 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 смотри, все они есть, Максим, они все есть. Там проблема, что не происходит отправки сообщения напрямую в WhatsApp. Происходит следующая вещь, что ты должен подписаться на WhatsApp, понимаешь? А там преднастроенное сообщение, я просто тоже работал с WhatsApp-чат-ботами, там преднастроенное сообщение, человеку нужно отправить, и тогда активизируется цепочка. Кстати, очень прикольные сейчас сервисы по автоматизации Instagram в Директе, потому что ты видел, если нет, могу отец кинуть потом. То есть люди могут в Директ писать, и там прям активируется чат-бот в Директе, в Инстаграме прям. Ну и сколько выдерживает взаимодействие? После какого количества происходит блокировка? Вот это важный вопрос, да? 40-60, 100 в день. Вот я тебе не отвечу, конечно, на этот вопрос. Надо посмотреть в лимиты Instagram, но это очень хорошо работает, потому что, ну вот, второе правило, о котором я хотел сказать по поводу трендов, да, там, психологии, это чтобы когда то место, где ты показываешь рекламу, в том же месте человек и получал дальнейшую коммуникацию. То есть если вы показываете рекламу в Instagram, то не надо его уводить на сайт, в Telegram, в Facebook, там, в email. Идеально, если вот он увидел рекламу в Instagram и тут же взаимодействует в Инстаграме. Это можно реализовать, это наилучшим образом сейчас работает. Потому что окно, плечо сделки, оно укорочается в десятки раз. То есть человек меньше времени тратит просто. Ну ты имеешь в виду, значит, если мы зацепили внимание человека непосредственно в самом Инстаграме, то идеальная связка следующая, это либо рекламная цель лидогенерации, он взаимодействует с информой, либо это цель сообщения в Директ, правильно я понял? Чтоб он в Инстаграме и остался. Да, потому что вот я какую фишку заметил. То, что человек, он может любить определенную социальную сеть. Ну вот есть у него предпочтение сидеть в Facebook, да, там есть такие люди. Кому-то нравится в Одноклассниках, тоже есть такие люди. Кому-то ВКонтакте до сих пор, кому-то... Причем ВКонтакте это прям целый отдельный мир. Там целая своя отдельная аудитория, там есть свои звезды, там маркетологи, да, и они только там сидят. И, ну вот, нравится ему. И 70% своего времени он там проводит. И зачем его уводить в ту социальную сеть, в которой он, ну, не привык сидеть, ему не нравится, ему не нравится юзабилити, у него нету customer... Experience. Satisfaction, да, удовлетворение. Да, 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 да. Поэтому ему там комфортнее, вот там и нужно с ним продолжать коммуницировать. И в Instagram можно очень крутые автоворонки делать, без использования там сторонних сайтов, вебов там и так далее. Например, можно делать автоворонку через комментарии. То есть делаете серию постов, по определенным ключевым словам реагирует чат-бот, он отвечает человеку автоматически в комментариях под постом, дальше ему дают какое-то, предположим, задание, он это ключевое слово пишет в директ, чат-бот тут же реагирует, высылает ему еще следующее задание, и вот так вот можно прямо автоворонку прямо в Instagram сделать. Прямо в директе? Да, 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 да. Ну, я понимаю, что все равно есть, конечно, лимит. Есть лимит, который нельзя превысить, иначе будет блокировка, потому что, ну, Instagram блокирует... Блокировка из-за чего? Из-за чего? Из-за чего блокировка? Из-за большого количества взаимодействия на уровне директа. Он начинает рассматривать, что это вредоносная система, которая... Нет, смотри, 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 какая фишка. Ты правильно говоришь только, вот та связка, которую сейчас вот я тестирую, она охренительно работает, это когда, может быть, ты даже видел, не знаю, там я пулял рекламу по своей аудитории, я предлагаю лид-магнит в рекламе, типа, ребята, скачайте тысячу книг от меня, моя подборка книг по маркетингу. Чтобы скачать ее, подпишитесь на мой Instagram, и сервис, который мы там с партнером тестируем, он проверяет, подписан ли человек, то есть он не вышлет тебе доступ, пока ты не подпишешься на меня. То есть ты на меня подписываешься, а так как ты мой подписчик, все, я могу с тобой делать, что хочешь, ты на меня сам подписался, и мы с тобой можем коммуницировать как угодно в директе, понимаешь? А, хотя, хоть обращение будет, хоть 200 тысяч. Да, конечно, конечно, вот смотри, если я сейчас с тобой буду, не знаю, общаться 2-3 часа за неделю, Ничего не произойдет, да? Конечно, в этом-то и прикол, вот, да. А сервис названия не помнишь, да? А я тебе скину, я тебе скину в личку, я скину. Ребята, я потом тоже скину всем, ну, выложу пост и выложим название сервиса. Ты же не против? Да, конечно, пожалуйста. Мы выложим запись. Пожалуйста, пожалуйста. Многие спрашивают, будет ли запись? Да, запись будет, выложим. И когда ты пришлешь, мы еще добавим непосредственно название сервиса, я прям потестирую, отдельно потом отпишусь, потому что очень интересно, это очень круто. То, что ты говоришь, это очень круто, да. Потому что задача – это оставить человека в той инфраструктуре, в которой он находится, в той системе, да, в той экосистеме. Не выводить его из экосистемы. Тогда будет конверсия гораздо выше. Вот эти, чтобы не было когнитивных диссонансов, правильно? Ну да, потому что вот эти перебросы, человек может, не знаю, вдруг он в метро едет, у него Wi-Fi отрубился, все, вы потеряли человека. Либо, я не знаю, его, вот пока он там перекидывается с одного на другое, он что-то заметил, не знаю, там, предположим, что-то увидел, все, он отвлекся. У нас жена позвала, там, все, вы его потеряли. А тут он бам-бам-бам, как бы сразу вместе с вами, рядом с вами. Все, и как бы он не теряется. Ну, ты знаешь, я это заметил полтора года назад, когда сравнивал вообще конверсию рекламных компаний, которые ведут на Лидформу и которые ведут на Лайдинге. И конверсия на Лидформу всегда была в 3-4 раза выше, Лид был в 2-3 раза дешевле. Но потом я понял следующую вещь, что проблема не в том, что Лидформа лучше работает, а потому что это говнолейн. Потому что он, допустим, плохо грузится, или у него там поп-апы тяжелые. Человек на самом деле это раздражает. И в Инстаграме, в мобильном трафике это сразу отображается. Как только вот скорость загрузки низкая, и есть сложность взаимодействия при переходе на Инстаграм, конверсия сразу рушится. Почему? Потому что человек очень может быстро вернуться в Лайдинге, в Инстаграм. Там знаешь, какая тема, чисто мое предположение с точки зрения, ну, меня, да, там, с моего опыта. А чем больше, чем круче у вас сайт, тем больше у людей лишних вопросов. То есть вот фишка Лидфорума в чем? В том, что там ничего лишнего. То есть вот ты отреагировал на рекламу, там тут же автоматом заполнилось имя, фамилия, имейл. Телефон только ни в коем случае. Телефон только ни в коем случае автоматом не надо брать. Много недостаточно всегда. Можно, да, там, кастомно, типа, чтобы они вводили, да, там можно свои вопросы, но не суть. И им нужно нажать кнопочку, все, и заявка упала. Что происходит, когда человек переходит на сайт? Мы же все разные, да. Вот я вот рассказываю про психологию маркетинга. И у меня очень классный один из слайдов, где я показываю 10 примеров различных рекламных баннеров. Они абсолютно разные. И я спрашиваю у зала, какой рекламный баннер вас зацепил. И самое, что интересно, люди все говорят про разные баннеры. Кого-то зацепил один баннер, кого-то другой, кого-то третий. И я им говорю, ребята, а знаете, почему? Они говорят, почему? Потому что я это называю фоновые мысли. У каждого из нас есть определенные фоновые мысли, о чем мы думаем. И те люди, у которых зацепил баннер про настройку рекламы, у них сейчас это болит. Кого зацепил баннер про дизайн, значит, он либо дизайнер, либо ему важно сейчас подумать про дизайн. Соответственно, когда мы показываем человеку сайт с кучей-кучей информации, мы сами роем себе могилу, потому что мы сами рождаем кучу вопросов, кучу если, кучу но у человека в голове. И нам же самим нужно будет потом это отрабатывать. А литформа, она простая. То есть, получается, введи, получи. То есть, чем тупее, чем проще. По принципу пропаганды. То есть, мне еще одна из тем очень нравится пропаганда. Там читал я Геббельса, в том числе. И вот основное правило пропаганды, это чтобы та информация, которую вы несете в массы, она была максимально простой, максимально понятной и не требовала мозговой активности. Только тогда она залетает в голову. По тому же принципу нам создают типа тупую рекламу, либо тупые песни Тимати, которые мы все слушаем. Потому что они максимально простые. Они вот заедают в голове все. И мы их... Ты знаешь, с лейнингами то же самое. Вот мы берем какой-нибудь проект, дизайнеры мучаются 2-3 недели, создают концепции, верстаки потом мучаются, чтобы это все сверстать. Запускаем, не работает. Потом я беру следующую вещь. Вот тот же самый контент и просто раскладываю на белый фон черный шрифт. Ты понимаешь, одна картина. И вообще картинки нет. И просто конверсия в 10 раз больше, в 15 раз больше. Потому что ничего не отвлекает. И даже самый текстовый контент раскладывается на ленд, белый фон, черный шрифт. И больше ничего. И это начинает работать. Потому что ничего не отвлекает. Правильно, конечно. Потому что нету но. Потому что всем не угодишь. Вот этот принцип, что вкусовщина, она начинает играть на разных сегментах. И даже самое с креативами, с баннерами. Когда говорят, что вот в рамках какой-то целевой аудитории выгорает баннер. Выгорели баннеры, нужно поменять на другие. Какие баннеры и креативы дольше всего живут? Которые крайне простые. Вот согласись. Которые крайне простые. Где если вот есть баннер, и у тебя четко написан твой оффер на белом фоне. Они живут дольше всех. Они имеют самый длинный жизненный цикл в рамках выборки определенной аудитории. Допустим, женщины там 25-30 лет, живущие в Москве, дети, часто путешествующие с интересами йога. Вот этот баннер будет один определенный, самый простой. Он будет иметь самый длинный жизненный цикл и не будет выгорать, допустим, 3-4 недели. Если начинаются извороты с креативами, 4-5 дней работает, вздыхаешь, нужно опять что-то придумывать. Вот тот же принцип. То, о чем ты говоришь, это фоновые мысли. Очень круто. Очень круто. Фоновые мысли. Прямо спасибо. Еще я поделюсь тоже интересным инсайтом, лайфхаком по поводу как раз таргета. То, что мы все знаем про автоворонки. То есть, типа, сложная система, автокоммуникации с клиентом за счет имейла, сайтов и так далее. Но ведь можно автоворонку создать и в таргете. То есть, например, ВКонтакте есть возможность сохранять аудитории положительно, которые провзаимодействовали с вашей рекламой отрицательно, которые никак не провзаимодействовали. То есть, три группы. Положительная реакция, отрицательная и никакая. И мы с никакой реакцией начинаем дальше продолжать. То есть, их первый оффер не зацепил, мы показываем второй. Потом третий. Потом видеоотзыв. Потом кейс. Потом еще что-то. И наша задача уменьшать вот эту базу, которая нулевая реакция. Просто за счет рекламных касаний в ретах. Ну, смотри. Что такое автоворонка? Предположим, вот лид-магнит. Потому что, смотри, человек спрашивает, Евгений спрашивает, это просто настраивается через ретаргетинг? Да, это настраивается через ретаргет, через пиксели. Но просто смысл, поймите, что вы не просто ретаргетом догоняете. Типа, вот ты был у нас на сайте, зайди, мы тебе там бонус даем. Нет. Вы делаете следующее касание. Еще следующее. Можно вообще ничего не продавать. То есть, ваша задача просто коснуться человека семь раз в рекламе. А он в любом случае увидит рекламу. Эмейл он может не посмотреть, а рекламу он точно увидит, даже если он этого не хочет. И мы можем вот эти семь касаний реализовать с помощью ретаргета, и мы продвинем его по воронке дальше, и он больше нам будет доверять, больше ценностей получит и, соответственно, купит. Понятна тема? А это прогрев, он с помощью, ты каждый раз показываешь просто контент? Или что происходит на каждом шаге вот этих семи касаний? Тут не контент, нет, не только контент. Тут так называемый простраивается, я это называю триггерная карта. Я про это тоже рассказываю на выступлениях, то что нужно понять, чем зацепить на первом касании человека, то есть какой триггер использовать, например, любопытство, либо экономия, либо провокация. Триггер доверия, последовательность. Доверие, да, последовательность, да. На втором касании триггер контрастности, предложение. На третьем триггер социального доверия. И ты вот выбираешь, какой триггер на каком этапе использовать, и под этот триггер ты делаешь контент-рекламу и показываешь ее в ретаргете. Все. И получается, человек никуда не денется, он в любом случае увидит эти все 7 касаний. И дальше он пригревается и покупает. Круто. Так, ну это прям очень сложно. Это прям очень сложно. Мне кажется, это способность сделать единицы. Это не сложно, это очень легко. Ты это в своем курсе рассказываешь? Да, я об этом уже года два назад еще начал рассказывать. Я это назвал многоуровневый ретаргет. То есть те, кто у меня обучался, они об этой теме знают. Круто. Так, сейчас чей вопрос? Мой вопрос? Да. Скажи, вот три основные тренда психологии маркетинга в 2020 году и сейчас. Куда тренд двигается вообще? С точки зрения психологии. Если правильный вопрос, то потому что тема у тебя достаточно сложная. Психология потребителя. Зато интересно. Я психологию потребителя знаю только Роберт Чалдини и еще там есть люди, знаешь, как было 4P Портова, а потом разные маркетологи придумывали еще P. И вот Роберт Чалдини первый, кто тематику с триггерами популяризировал в маркетинге, а потом разные эксперты начали еще придумывать разные триггеры. Я просто похвастаюсь, я просто очень люблю зарубежную литературу читать. Вот мы с девушкой были в Шотландии, вот я купил такую книгу Customer Behavior. У меня таких много, на самом деле, книг по-английскому. Они прямо вот пишутся зарубежными университетами. То есть там Оксфорд, Ель вот это все. Я их прямо покупаю, читаю, и там очень много всего интересного. И по поводу трендов. Первый тренд, который я вижу, это популяризация мягких культов. Что такое мягкий культ? Вот есть жесткий культ. Жесткий культ это религия, секта, политическая партия, там еще что-то. Мягкий культ это когда люди объединяются вокруг какой-то идеи. Как правило, это субкультурно. Например, фаминизм. Это близко к комьюнити маркетинг концепции или нет? Нет, нет, нет. Это другое, да? Немножко другое. Мягкий культ это когда вот люди, вроде бы, казалось бы, разные, они объединяются вокруг какой-то идеи. Например, фанаты Звездных войн. Вот это мягкий культ. Мягкий, потому что их не обязывает быть всегда вместе, друзьями, но их объединяет какая-то общая идея. Одна какая-то. Вот маленькая одна идея. Предположим, фанаты Звездных войн. Это мягкий культ. Вот то, что я сейчас вижу, это популяризация таких мягких культ. То есть люди, они группируются вокруг чего-то. И задача маркетолога найти эти круги и бить в эти круги, чтобы долбить рекламу не тет-а-тет один в один, а попадать прям в культ, в этот сегмент. Тогда ты, получается, не одного клиента цепляешь, а сто, тысячу, десять тысяч. Самое простое, это, скажем, ну, самое прям банальное, да, вот как пример, есть сообщество в Телеграме, предположим, не знаю, там, next, про Беларусь, да, ну, вот условно, да, там, вот. И, по сути, это ж мягкий культ. Это мягкий культ, это люди, объединенные какой-то идеей, но при этом, они ж не будут всю жизнь подписаны на этот Телеграм. То есть актуальность этой темы потеряют уже через год. Вот это мягкий культ. И нам, наша задача, как маркетолога, забросить туда, в этот Телеграм, предположим, если мы там, ну, рекламу показываем, какую-то идею, которую они съедят, который им зайдет, но при этом там есть какая-то нативная продажа. Понял? Понял. А вот это применимо ко всем типам продуктов? И fast-moving goods, и потребительские продукты обычные? Это вообще, это к любому применимо. Вот второй пример мягкого культа это Митрошина, да, вот скажем. У нас с ней там был небольшой такой этот спич в интернете по поводу вибратора, там, может, посмотреть, забавная история, конечно. Вот. И, как бы, в чем прикол Митрошина? То, что она, как бы, хайпит на, как раз, вот этом мягком культе феминизма, да, при этом она сама толком не разбирается в феминизме, да, там, как бы, это сто пудов, да, она путается фактов, цифрах, там, ну, вот, мягкий культ феминизма. Нет, это не главное, это не главное. Да, и она, и она через, через вот эту вот тему феминизма она продвигает инстологию, свои курсы, да, там, как бы, там, ну, то есть, вот это, по сути, продажи через, вот, мягкий культ. То есть люди объединены, типа, вот женщины, права, я ничего против женщин не имею, но, по сути, на этом же деньги зарабатываются. Вот это сейчас офигеть, как работает. Ну, либо какой-то тематики экологической, да, вот я все время уже сколько лет, лет 10 я поражаюсь количеством рекламы и коммуникаций, связанных со спасением наших уссурийских тигров, ты понимаешь, да? Мне кажется, уже можно было столько денег, сколько они собрали везде. Я пришел в ресторан, там эти уссурийские тигры, я бегаю по парку уссурийские тигры, они даже проникли, помню, в свое время в бизнес-молодость. Бизнес-молодость они в 13-14 году проникли и всех окучили там, даже тех, кто в бизнес-молодости был, окучили эти организации спасения этих несчастных тигров. Они собрали, мне кажется, денег, миллиардов столько, сколько тигров. Да, 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 это оно, да. Либо еще... И вот они популяризируют эту тему, я каждый раз везде натыкаюсь на этих тигров, я понимаю, что на свете скоро людей столько не будет, уже тигров должно быть этих больше, чем людей на свете, понимаешь? Они объединили вокруг красиво идеи, спасем Сибирь, спасем тигров, мы против рака груди, мы против молочницы, мы против, там, блин, не знаю, там, детского насилия, детской порнографии, какой-то штуки. Они объединяют людей, все, люди объединились, и дальше можно впихнуть что угодно просто, вот, что угодно можно продать. Ну, я тебя понял, особенно-то хорошо использует энтертеймент кинематограф, когда берет тематику, допустим, там, семейного насилия, папы, дочери, дочери, вот есть статистика. И эту тему прям начинает прокачивать, сколько фильмов последних, да. Второй тренд, второй тренд, второй тренд, который я вижу, я вот сейчас не могу смотреть спокойно фильмы, потому что я настолько глубоко погружаюсь в тему психологии и пропаганды, что я уже во всех фильмах вижу пропаганду, как на нас влияет, да. И вот второй тренд, который я вижу, это спасти бедных и обездоленных. Объясню, да, то есть, вот, если как бы разобраться в психологии кинематографа, то каждые 10 лет менялся тренд. В 40-е-50-е годы в Америке очень было популярно, там, за общую идею бороться, да, то есть, типа, вот война, там, против врага, вот есть враг, то есть, такой, типа, дуальный мир, вот есть друг, есть враг, там, Россия плохая, Америка хорошая, либо наоборот, да. То есть, очень все понятно, очень все логично, и у людей есть четкий тренд, куда идти, куда двигаться, против кого бороться. Следующие 10 лет, это когда появляются хиппи, появляются протестные движения, да, там, Вьетнам, люди возвращаются с войны, и они пытаются, это называется нарциссический, время нарциссический, люди начинают бороться за себя, то есть, учатся выстраивать личные границы, и, соответственно, именно в это время было большое количество разводов в Америке, да. Вот, следующие 10 лет, они, следующие 10 лет, они характеризовываются временем, называется, жидкое время, потому что люди не понимают, что происходит и куда двигаться, очень большое количество информации. Мы не понимаем, кто плохой, кто хороший, то есть, есть не черное, белое, есть миллионы оттенков серого, и мы теряемся, именно поэтому люди впадают в депрессию. А депрессия чем обуславливается? Наркотиками, алкоголем, стрессом, заеданием, то есть, еда нездоровая, антидепрессанты, да, порнуха и так далее, там, всякие там секты, типа, а-ля, Тони Робинс, привет, там, Лайф Спринг, да. Человек, который продвигал Тони Робинсона по всему миру. Да, ну, как бы, ну, я же объективно, как бы, оцениваю, да, я ничего не против, не имею Тони Робинс продукта, но, как бы, я это вижу просто, что люди сейчас активируются вокруг этого. Нет, ты знаешь, чем отличаются профессиональные маркетологи, которые продвигали определенный тип продуктов? Они всегда правду о них говорят. Ну, у тебя многие вещи в своей жизни занимался, да, допустим, в свое время я занимался очень крупным бизнесом телемагазинами, продажей всякого этого фуфла по ящику. Я скажу, да, это фуфло, но с точки зрения понимания психологии потребителя круче темы нету. Потому что заставить человека встать с дивана, взять трубку, позвонить и узнать, сколько стоит чудо-пояс из собачьей шерсти, это очень сложно. И очень большие риски, когда ты заходишь в телевизионную рекламу и ставишь пятиминутный ролик, и выход стоит там просто миллионы рублей, понимаешь? Ну, да, да, да. И тест-маркетинг дорогой. Ну, да, фуфло. Вот, и, соответственно, вот то время, в котором мы сейчас живем, у людей нет ориентира. Именно поэтому сейчас популярны всякие секты, да, то есть если в YouTube зайти, там, что только мне не предлагают там. Я не знаю, может, потому что я на Тони Робинс подписан, но мне раз пять предлагали вступить в религиозные секты. Какие-то там, значит, там, векторная психология, там вот куча этого всего. Почему? Потому что у людей нет понимания, а кто хороший, кто плохой. Ну, нету, все-все-все размазано. Да, о, кстати, я себе задал такой вопрос. Ты как вот сейчас специалист по психологии потребителей точно ответишь. Вот вся эта дичь, чернушная дичь, которая творится в Инстаграме в виде экспертов, всякой хрени экспертов, это появилось просто потому, что Инстаграм дал возможность каждому свою ересь нести. Раньше не было возможности, да? Нужно, если хочешь нести ересь, ты должен был написать книжку, типа, диагностика кармы, дистрибуцию, собрать в зал. А сейчас ты зарегистрировался и просто несешь дичь, тотальную дичь про венок безбрачия и так далее. Я с тобой частично соглашусь, но не в этом проблема. Проблема в том, что, вот скажем, это следующая проблема, которую я вижу, тренд, да, то, что у нас идет деполяризация мужской и женской энергии. Вот если посмотреть мультфильмы старые, советские, там вот есть история про принца, который спасает принцессу, убивает дракона. Что мы сейчас видим в мультиках Дисней, в Марвел? Есть инфантильный мужик, который ничего не умеет делать, который не видел жизни, ничего не знает, приходит женщина такая, типа, спасает его, убивает сама дракона и сама ему предлагает, давай-ка заделаем семью. То есть мы здесь ищем, то есть мы здесь видим, как бы, ну, поменялись местами мужик и женщина, короче, да? Почему? Потому что, вот скажем пример, да, у 90% моих друзей неполная семья. То есть папа либо нет, либо он ушел, либо развод, либо он вообще никак не принимал участие в развитии ребенка, да? И, соответственно, ребенок, когда вырастает, ему нужен ориентир, то есть ему нужен лидер мнения, ему нужен, как бы, вот ролевая модель отца, да, который ему скажет, что делать, куда идти. Именно поэтому, именно поэтому сейчас популярны коучи, тренеры, психологи, секты, хрень всякая, да, там, именно поэтому. Потому что у людей нет в голове архетипа отца, его и не было. Все, я понял. И они, как бы, вот, действительно, тот контент, который многие дают, он похож, знаешь, на вещи, которые должны были ребенку рассказать в детстве. Да, да. Они такое чувство, что недовоспитаны, наверное, да. Да, да, да. Вот этот контент, который дает тот же Тони Робинс, там, людям 25-45 лет, это же контент, и понимаешь, что эти же вещи там, ну, в семье-то рассказывали, что надо, чтобы быть успешным, надо просто делать, надо работать немного. Да. Ок. И третий тренд, смотри, второе ты рассказал про вот эти, и третье, третье, что бы ты сейчас выделил? Третье, третье, что бы я выделил? Психология маркетинга, да. Сейчас подумаю. Быстрое потребление всего, вот то, что я вижу, да, сейчас… Прям fast consumer, да, быстро. Да, 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 потому что вот… И это поменяется, потому что все циклично. То есть то, что мы сейчас видим, скажем, в музыке, я вот очень люблю музыку, я хоть сейчас активно ей не занимаюсь, но я слежу за трендами. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим «Привет 90-е». Ну, то есть диско популярно опять, вот все песни, которые сейчас… Рэпчик. Рэпчик, да. Крайне примитивный. Крайне примитивный. Это все уже было. И вот можете со мной поспорить сейчас, да, там, вернуться к моему эфиру, к этому, там, спустя пять лет, и сказать, был я прав или нет. Мне кажется, что в ближайшие пять лет будет популярен панк-рок, точнее. Панк-рок. Вот он был 15 лет назад популярен, но сейчас он опять станет популярным. Потому что мы ходим по кругу. Знаете, как в песне «Сансара» и «Басты», да, все по кругу. То же самое и, соответственно, с трендом потребления. Чем больше информации, тем, естественно, мы быстрее хотим ее потребить. Тем меньше мы время тратим на потребление информации. Но людям это надоест, и мы придем в итоге через пять-десять лет к тому, что мы, наоборот, будем ценить более глубокие вещи. Мы будем слушать более сложную музыку. То есть мы вернемся к классике, мы вернемся к блюзу, к джазу. Я уже это вижу. То есть это постепенно идет. И TikTok умрет, да, в любом случае. Умрет TikTok в любом случае. Умрет. Умрет, потому что людям надоест быстрый вот этот фастфуд. Это как с едой. Если десять лет питаться Макдаком, да, это прикольно, да, это вкусно, да, это быстро, но людям надоест. Людям захочется прийти в ресторан. И ты считаешь, что народ вернется к лонгридам в Фейсбуке? Потому что невозможно бесконечно укорачивать контент. Когда будет точка невозврата, когда будет TikTok, где будет видео по две секунды. И ты такой, ребят, ну как бы, ну камон. И все. И идет обратная реакция. Теперь расширение внимания, да. Угу. Угу. Понял. Это произойдет, когда люди научатся, когда у людей будет чувство вкуса. А чувство вкуса только тогда появится, когда у людей будет опыт, клиентский опыт. Люди начнут понимать, что херня, что не херня, что круто, что нет. То есть они сами начнут понимать, так, вот это я не буду читать, а вот это буду. И на это я потрачу три часа, потому что это круто. Твой вопрос. Теперь твой вопрос. Мой вопрос, мой вопрос, мой вопрос. На самом деле про чат-боты ты уже рассказал. Я думаю, что можно снять этот вопрос. Вот. Очень круто то, что вы это делаете. Реально. Просто вот мы когда с тобой общались где-то года два-три назад. Ты мне тогда глаза открыл, да. Ты мне показал тогда развернутую крутую воронку по Тони Робинсону. Да. У нас просто была встреча с тобой там с Аветовым и с… Как забылось? Непринципиально, да. Встречались и обсуждали. Да, и я как раз показывал, да, и круто, что вы это сделали. Молодцы. А третий вопрос, последний, который у меня был для тебя, это… Почему вы так яростно боретесь с блогерами, которые про вас что-то плохо говорят? Вот так скажем. Ой, значит, рассказываю. Смотри. Мы компания достаточно публичная. Публичная не с точки зрения акций, а с точки зрения того, что мы все-таки… Нас много, рекламы много, мы работаем на личностях, да. Вот привозя, допустим, там Шварценеггера, Тони Робинсона, Брэнсона, Тайсона. Она сразу начинает говорить и много инфы. Много рекламы, большое количество цитируемости всегда. СМИ обсуждают и так далее. И понятное дело, что себя продвигать проще на хейте. Хейтеры на этом живут. И поэтому начинается различный, ну, жесткий такой контент. И все, что происходит, они просто еще раздувают. Они раздувают в своих, значит, выпусках на Ютубе. И мы принимаем решение, конечно же, ну, подавать на них в суд, решать всеми возможными способами, всеми подозволенными способами, официально юридическими, чтобы блогер снял данный контент, поскольку он порочит бренд, нашу репутацию. Почему? Потому что я понимаю, что сейчас происходит. Когда человек уже находится на финишной прямой с точки зрения купить или не купить, отдать деньги или не купить, он принимает решение, да, купить или не купить, он идет в поиск и очень глубоко анализирует. Если на самом деле у людей стало клиповое мышление с точки зрения потребления контента, но с точки зрения потребления отдать деньги, они на самом деле очень глубоко сейчас анализируют любую компанию. Очень глубоко, да. К этому их приучает, на самом деле, Яндекс.Маркетинг, где все перепроверяют цены, различные сайты, отзывики. И что происходит, когда потенциальный клиент натыкается на такое, ну, вообще, высказывание, такие замечания, такой контент со стороны блогера против нашего бренда, что это делает? Это все снижает конверсию, просто снижает конверсию и репутацию бренда. И поэтому мы подаем в суд. Ну, сколько это дискредитирует наш бренд? Все. Понятно, что потом блогеры делают что? Они используют это для того, чтобы еще больше раздуть ситуацию. Да. А не еще. Вот последний кейс, да, когда эту информацию, что вот мы подали в суд на какого-то YouTube блогера, это чтобы охватили все. И вот в чем отличие нашего, нашей экономики, нашего маркетинга российского от американского? Что в Америке это нормальная практика подавать в суд на всех и всяк за то, что кто-то каким-то образом дискредитирует репутацию товарного знака и бренда. У нас это какой-то шок, знаешь, что ты подал в суд на блогера за то, что он что-то про тебя говорит плохо. И блогеры этому удивляются. Какого хера ты вообще подал на меня в суд? Это какая-то неформированная рыночная экономика, мне такое чувство. Смотри, я тебя понимаю с точки зрения как предприниматель, потому что у меня тоже свое агентство, у меня тоже были там похожие истории, но с точки зрения психологии и маркетинга скажу свое мнение. Я помню, когда мы привели мероприятие в Олимпийском, когда было большое количество, ну там 26 тысяч человек на мероприятии, было большое количество недовольных. Очень много. Очень много, да. И вот я был директором по маркетингу туда в Мидпартнерс, вот мы сидим с Гиллом и Гил спрашивает, что делать. И я ему тогда говорю, что Гил, либо мы сейчас в течение месяца два-три используем вот этот фон вокруг нас в благо себе, либо мы проиграем. И Гил в итоге не решился пойти на такой серьезный шаг, работать с возражениями. Как это делать? Скажем, вот все мы знаем Портнягина, Диму Портнягина, да. По сути, до любого взять, знаете, вот есть динамика развития личного бренда, и любой человек, кто занимается личным брендом, кто имеет дело с аудиторией, он переходит в ту точку, когда я это называю распятие. Ну, как Христа распять, да. То есть мы любим-любим Христа, а потом мы его распинаем. То же самое происходит с любым политиком, с любым президентом. Это нормально. Это логичный ход истории, это логичное развитие личного бренда и персоны популярной. В любом случае, там, не знаю, взять боксеров, вот я боксом сейчас занимаюсь, вот любого боксера возьми, было время, когда его ненавидели. То есть его любили-любили, а потом Майк Тайсон сел в тюрьму, вышел, его ненавидят. Типа, ты что, там, сгероинился, спился, скурился, жену побил, там, ухо откусил, все, мы тебя ненавидим. Но он через это проходит и становится еще сильнее. Или там, знаешь, как этот, волк с Уолл-стрит, он вообще сидел, чувак обманул половину Америки, поставил на бабки и сейчас его все любят. Почему? Потому что он через это прошел. Соответственно, это, мне кажется, что когда вы имеете дело с хейтом, это круто. Это круто, потому что люди про вас говорят. И самое важное, самое крутое, что нужно понять, мне кажется, это, опять же, мое мнение, что в России люди больше реагируют на желтуху. Потому что в Америке, если ты проедешь на дорогой тачке, все скажут, вау, красавчик, супер, как ты это сделал? У нас в России скажут, насосал, наворовал, обманул, нацыганил и так далее. И это нормально. У нас такой менталитет. Мы не любим богатых. Мы не любим успешных. Мы не любим популярных. И мы всегда будем искать какие-то изъяны в них. И мы будем их находить. Но прикол в том, что Олег Тиньков, он первый до этого, один из первых до этого додумался. Чичваркин об этом додумались. И они поняли, что на говне, на желтухе можно делать бабло, привлекать внимание. В чем прикол? Ты, предположим, Олег Тиньков, да? И ты привлек внимание за счет того, что обманул блогеров, покупал их и тебя все ненавидят, потому что ты свою карточку Тиньков всем пытаешься сунуть. Но люди хотя бы узнали о банке Тиньков, они такие так, а может быть Тиньков это круто, а дай-ка попробую. И вот это дай-ка попробую, это по сути этот лид-магнит. То есть твоя задача маркетинга была первым касанием привлечь просто внимание. Ты привлек. Но если продукт крутой, люди придут и купят. Понимаешь, в чем говорю? Угу. Ну смотри, когда мы получили этот хейт с Тони Роббинс, мы же приняли приглашение во все СМИ, куда нас приглашали на допросы. Все. Вот все журналисты хотели нас раскатывать, приглашали в свои студии. Даже телеканал Спас, Аветова Гриф пригласил. Спас, понимаешь? Православный телеканал Русской Православной Церкви пригласил Аветова разобраться на основании чего. Нахера он в Россию привез Тони Роббинс ересь это. Понимаешь, да? И мы-то использовали этот момент как раз-то, когда вот СМИ... Ну вы его не развернули. Вы его не развернули, понимаешь? То есть надо было его развернуть в свою сторону. То есть, понимаешь, одно дело, когда... Ну смотри, вот может быть жесткий пример, ну так вот. Если я тебя назову геем, ты не обидишься, правильно? Ну немножко, да. Нет, ты не обидишься, потому что ты знаешь, что ты как бы, ну, ты не относишься к данной субкультуре, ты как бы, ну как, типа, к данному слову вообще не имеешь никакого отношения. Либо я назову тебя мошенник. Вот если ты реально чувствуешь себя мошенником, да, ты начнешь оправдываться. Ты говоришь, не, я не такой, там, я так не делал, понимаешь? И вы начали оправдываться. Вот в этом была ошибка большая. Надо было не оправдываться, надо было сказать. Тони Роббинс охренительный. Мы его привезли, были крутые люди. Вот Кейси, вот, пожалуйста, давайте подискутировать. И я дискутировал. Я был на стороне Тони Роббинс, я был на стороне Синергии. Я говорил, это охрененный продукт. То, что мы сделали, это вообще космос. Потому что мы сделали самый большой тренинг вообще просто в мире, 26 тысяч человек. В мире, да, 26 тысяч человек. И не за три копейки с самым большим средним чеком. Гранд Кордон, он собирает больше в Штатах. И у него там средний чек 150-200 долларов. А у нас-то средний чек по тому курсу составлял там 500-800 долларов. Вот. И надо было просто не оправдываться, а надо было просто в дискуссию. В ВИТе поговорить, как на пусть говорят, все. И в любом случае будет два мнения. За и против. Это нормально. Угу. Угу. Понял. 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 Ну, слушай, а все-таки давай обсудим. Ты, короче, очень… Мне понравился твой разбор, твой разбор на Ютубе, который ты сделал по поводу вообще нашего факапа такого, который был у нас в Газпром-арене. Почему мы не собрали Газпром-арену? Да. Очень все правильно, да. Ну, вот смотри. Я, поскольку со стороны, ну, с фронта, могу сказать, что основная причина все-таки не там ни прогрев, ни пуш-маркетинг. Да. Мы too much давали рекламу. Слишком много. Потому что когда мне уже люди в Питере говорили там, другие говорили, что уже даже в ВК-музык я захожу, в ВК-музык, и там ваша реклама, и наружная реклама. Когда уже пошел мем следующий, за две недели до мероприятия, знаешь, какая уже мемы шли в интернете? Да. Поскорее бы приехал Арнольд Шварценеггер, чтобы не видеть везде эту рекламу, понимаешь? Да будет счастье. Вот. Да, мы перегнули. Но основная причина вот все-таки это то, что это Санкт-Петербург. Вот ты согласишься со мной? Потому что вот основное было возражение, блин, это ехать в Питер, особенно это регионы. Потому что в Олимпийске 60% людей, кто покупал билеты, это были регионы Российской Федерации. Там города... Слушай, я приведу пример. Ну, у меня все жесткие примеры, я как бы только парень прямой. С туалетом. Я тоже достаточно обсуждаю, да? Да, вот. Пример с туалетом. Вот ты когда хочешь какать или писать, ты же не задумываешься о том, будет закрыта дверца, не будет, далеко ли тебе бежать, будет ли там туалетная бумага. Ты просто идешь и делаешь, потому что тебе это очень надо. То есть в карте принципов, приоритетов у тебя на первом месте стоит добежать и как бы справить нужду. И ты не думаешь... А когда... Правильно. Правильно, да. То есть ты не думаешь, типа, блин, вот если там нет бумаги, я не пойду. Я лучше в штаны, да? У тебя же нет такой мысли, правильно? То есть когда людям надо, они идут. И они идут и на чакизовский рынок, знаю, что там бандиты покупают себе сумки, едут себе куда-нибудь там, покупают какие-то шмотки. Когда людям надо, они и делают. Соответственно, когда вы даете излишне большое количество пуш-маркетинга, это когда вы долбите просто рекламой, мне возникает вопрос. Окей, первое касание вы сделали. То есть вы как бы всем уже рассказали о том, что вот вы получили охват. Все знают о том, что приедет Шварценеггер. Окей, но какая ёптать мне польза от этого вы мне объяснили? Нет! Понимаешь? Вы просто сказали, Шварценеггер, блять, приезжает. Окей, круто. А почему мне что-то должен объяснить? Знаешь, вот ко мне полгода назад обратилась тетка, говорит, мы привозим Сильвестр Сталлоне. Я говорю, супер, а нахера мне на него идти? Фильмы с ним классные, порнуха с ним окей была в начале его карьеры. Чего он мне может объяснить? Как мне бизнес делать? Серьезно. Понимаешь? Я лучше фильмы с ним посмотрю. Это вторая причина, что действительно нет той ценности, которую мы, может, думали, что будет. Что, знаешь, у людей возникнет какой-то детская гешта или мечта увидеть, прийти на этот стадион и посмотреть. Это вторая причина. Третья причина – это оверпрайс. Это дорогие цены. Потому что, когда я… Знаешь, вот было… Когда ты попадаешь к каким-то незнакомым людям в компанию, ты говоришь, я синергия. Ты говорят, раньше говорили, после нашего Тони Робинсона, говорили, а это вы там Тони Робинсона привезли и батарейки не раздали. Понял, да? Сразу батарейки не раздали и была очередь. То есть сейчас был другой, значит, посыл. Круто, молодцы, привезли Шварца. Ну, блин, ну, ребят, ну, такие цены. Я когда заходил и смотрел, я видел карту рассадки там «Зенит-арена» и понимал, что для того, чтобы мне проникнуться Шварценеггером, сесть на нормальные места, чтобы он более-менее близко был… И ценности в этом не было. Понимаешь, не было в этом ценности никакой. Почему нужно отдать большие деньги, чтобы поближе сесть к мечте и смотреть на него близко? Даже те, которые были фанаты. И вот этот мы момент не поняли. Просто смотри… Вот опять же, возвращаясь к Сильвестру Сталлоне. Вот мы когда с этой теткой общались, она хотела реально привезти Сильвестру Сталлоне, с Тетхома в Россию там собрать 20 000 человек. Я ей объясняю то, что вы не соберете. Она говорит, нет, мы анализировали запросы, Сильвестра Сталлоне набирает чаще, чем Тони Робинс, которого вы собирали. Я говорю, окей, набирают. Набирают, да, но… Они набирают, чтобы кино скачать. Я тебя понял. Да, да, я ей говорю, они набирают, чтобы посмотреть с ним кино. Они не хотят, чтобы он учил их жизни и не хотят, чтобы он им рассказывал про бизнес. И тем более они не готовы за это, блин, платить. Понимаете? Это вообще разные вещи. Соответственно, Шварцы все любят. У Шварценеггера упоминаемость в Гугле, в Яндексе вот такая. Вот где Тони Робинс здесь, Шварц вот здесь. Но, опять же, дело в ценности. А готовы ли люди заплатить деньги, чтобы прийти и просто его послушать? Нет. Нет, понимаешь? Да. И в этом-то и прикол. Это показало нет. Мы потом попробовали перезакрывать другими продуктами, да? Майкл Портер там очень интеллектуальными спикерами. Да, Шварценеггер являлся для нас непосредственно так называемым котиком, хуком, лид-магнитом, который, понятно, привлекал внимание, давал много дешевого лида. Много очень было дешевого лида. Понимаешь? Понимаешь, поэтому столько рекламы было, чтобы получить много лидов. Надеюсь, что мы, понимаешь, перекроем, перекроем, да? Что оно выплеснется в итоге хотя бы с конверсией оплаты 7%. Понимаешь, сейчас просто тренд, вот если говорить про трафик, про перформанс, про маркетинг. Вот тренд, он везде наблюдается, что людям сейчас нужно не тысячу лидов по 100 рублей. Им нужен один лид по 10 тысяч, который принесет им миллион. Вот сейчас люди это поняли. Соответственно, то, что я вижу сейчас… Да, слава Богу, кстати, да. И то, что я сейчас вижу… Я извиняюсь, перебью, потому что время мало, да? Смотри, остается. Два года назад… Нет, даже три года назад я услышал гениальную самую фразу за три дня на трафик и конвершн в США. Когда вышел основатель, значит, трафика этого… Нет, на трафик и конвершн Райдайс он сказал следующую вещь, что… Ребята, ситуация другая. Ваша задача – не получать лиды. Если раньше ваша задача была получить лиды, то сейчас сделайте все возможное, чтобы не получить. К чему он ввел? Уйдите от модели расширения воронки вверху. Тысяча лидов, сто лидов. Получите в день лучше сорок лидов. Ну, они будут ваши лиды. Ну, пока из этих сорока половина оплатят, чем вы получите тысячи, а из них оплатят… Да, и причем они будут более… И поэтому вся стратегия должна быть, что сделать так, чтобы не получить лишнего в воронке. Да, и они будут довольными, конечно. Разные модели работы с воронкой. Все фигачили как, как появился интернет-маркет в 95-м году. Верхнее расширение. Херячим больше трафика, больше лидов. Дальше разберемся. Все, три года назад это кончилось. Поэтому сейчас, как бы, модель, она такая, метод ключевого уровня. Метод ключевого уровня, концепция северной звезды, там, полярной звезды, ты понимаешь, да, определить идеальный аватар клиента и так далее. У нас, к сожалению, заканчивается время. Я могу сказать про наш эфир. Эфир у нас был очень особенный, очень крайне интеллектуальный. Народ так отваливался. Один даже человек пошутил прикольно. Знаете, что он сказал? Про TikTok, да. Как только вы сказали о том, что TikTok скоро вздохнет, и у TikTok скоро не будет 40 человек. Это условия эфира. Обиделись, наверное, что мы TikTok обидели. Спасибо тебе большое. Спасибо, да. Давай, пока-пока. Пока, Дим. Пока.